Многие родители сталкиваются с тем, что после окончания начальной школы успеваемость ребенка падает, а нежелание ходить в школу и выполнять домашние задания растет. Пока взрослые в панике пытаются разобраться в причинах и найти решение, дети продолжают заниматься чем угодно, только не учиться. Чаще всего проблемы с учебой начинаются именно в подростковом возрасте. В этот период в организме ребенка происходит гормональная перестройка, которая становится причиной повышенной утомляемости и ухудшения памяти, из-за чего ребенок может не справляться с учебной нагрузкой. То есть это просто период, который нужно спокойно воспринимать, переждать и понимать, что происходит, и не ставить сверхзадачи перед ребенком, независимо от пола, мальчика или девочка, ну и ожидать каких-то сверхрезультатов. Бывает и так, что ребенок отказывается учить или посещать не все занятия, а только какой-то конкретный предмет. К сожалению, у учителей не всегда есть время и возможность уделить одинаковое внимание каждому ребенку в классе и понять, почему он не хочет выполнять задания или прогуливать уроки. Отсутствие взаимопонимания в итоге приводит к конфликту, в котором без участия родителей уже не обойтись. Родители в любом случае должны быть на стороне ребенка, потому что ребенка, кроме родителей, защитить некому. Ни в коем случае не противопоставлять себя ребенку и разбираться обязательно, в чем дело, да, где действительно ошибка ребенка, а где недоработка учителя. Потому что, ну, всякое бывает, да, учителя тоже люди, все ошибаются. С этим нужно разбираться, родителям подключаться именно в целях прояснения, да, без излишних истерик, без конфликтов, без каких-то там вот игр жертвы и преследователя, да, там покарать и прочее, да. А именно спокойно, мудро разбираться, да, говорить с ребенком, говорить с учителем. Иногда нежелание учиться возникает у детей и от чрезмерной заботы родителей. Мама и папа выполняют за них домашние задания и собирают им портфель чуть ли не до 11 класса. Постоянно опекая ребенка, они не дают ему приобретать собственные знания, навыки и умения. А дети, в свою очередь, быстро привыкают перекладывать всю ответственность на плечи взрослых. Научить ребенка быть самостоятельным и отвечать за свои поступки – одна из главных задач родителей. Ну, хорошо, ты не сделал домашние задания. Ради бога. Ну, ты же знаешь, какие будут последствия? И кто будет с ними разбираться? Не я буду, как мама, ходить в школу и говорить, Марья Ивановна, дорогая учительница, не ругайте его сильно, пожалуйста. Не ставьте ему плохую оценку. Вот он такой бедненький, не выспался, устал, не сделал. Нет, я не буду этого делать. Практика показывает, что у тех матерей, которые предоставляли детям самостоятельность и возможность самим нести ответственность за последствия, допустим, невыученных уроков, да, или как-то несерьезной подготовки к каким-то заданиям, да, и дети вырастали, в общем-то, нормальные, да, и адаптированные, и вырастали уважающие своих родителей. Причина того, что родители чрезмерно опекают своих детей, чаще всего кроется в недоверии к ребенку. В страхе, что он не сможет сам принимать правильные решения, а при отсутствии контроля совсем забросит учебу. Как бы родители тем самым, они как бы обездвиживают, они обессиливают ребенка, ну, причем не осознавая, чего они делают. Они вроде бы из лучших побуждений, да, вот. И наоборот, себя каким образом настраивать? Я верю в то, что мой сын, моя дочь, да, в нужных ситуациях примут правильные, ну, в сложных ситуациях примут правильные решения. Многим знакома картина, когда подросток после школы возвращается домой, бросает учебники и ложится на диван перед телевизором с телефоном в руках. И даже не пытаясь разобраться в причинах такого поведения, родители сразу вешают на него клеймо лентяй. На самом деле лень – это защитный механизм, да. Куда уходит энергия ребенка, на что вопрос сразу родителям нужно задать себе. Почему нет сил, на что уходит энергия. Либо это действительно вот подростковый возраст, гормональная перестройка, либо сюда накладываются еще некие процессы, которые внутри ребенка происходят, связанные с взаимодействием в семейной системе. О том, как мотивировать подростку учиться, расскажем в одном из следующих выпусков программы «Жить легко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова